Владимир Николаевич был великий ученый, и я выступаю в данном случае, и Николай Николаевич не как представитель Института знаменовения, где он работал в 50 с лишним лет, а как представитель Академии наук и всей российской науки. Я считаю, что Владимира Николаевича знают мало, и пора кончать. С эзотеричностью вокруг его имени, и поэтому каждый присутствующий здесь должен что-то сделать во имя его памяти. Я села, я написала большую статью в журнал «Вопросы заказания». И надо понять его творчество, надо вжиться в него мир внутренний, который был очень высок. Но если как следует попытаться это прочитать, понять, то это возможно. И тогда человек переходит на высшую ступень познания антропоцентрических реальных. И мне кажется, что люди, которые идут и бегут на более простые лингвистические, филологические явления, не понимают, какой великий человек прошел мимо них. Может быть, это потому, что Владимир Николаевич не читал лекций, мало делал докладов, почти не делал, но он много писал, и труды его нужно читать. И мне кажется, что это просто необходимо. Но как сказать, ну как бы люди прошли мимо великих ученых, не обращая внимания на то, что они их современники. Поэтому я призываю всех читать труды Владимира Николаевича Топорова. Ну, последнее, что я хочу сказать, я, наверное, единственный человек, глядя на всех, который в 1958 году на 4-м съезде словистов слушал доклад Иванова и Топорова об Балто-славянских контактах и об Балто-славянских отношениях. Доклад этот слушался внимательно, народу было очень много, и он произвел огромное впечатление. Потом он издан отдельной брошюркой. И я думаю, Николай Николаевич, эту брошюрку надо передать не в собрании сочинений, а именно эту брошюрку, потому что Балто-славянские контакты, вот это очень важно. Потом однажды мне приснился сон. Сон был такой уже после смерти Владимира Николаевича. Владимир Николаевич стоял перед картой Европы и показывал мне белые линии, идущие с севера от Балтии к Балканам. Так, несколько. И говорит, вот это основные изогносы. Это основные изогносы. Я говорю, а какие? Какие же именно? И я проснулась. И так и не знаю, просим. После этого я приглашаю выступить в докладах Елены Ефимовны Кузьминовны. Пожалуйста, прошу соблюдать рекламу, так как просто докладов много. Прежде всего, я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили на эту конференцию, поскольку я занимаюсь не Балтаром, но в поле интересов Владимира Николаевича и Татьяны Яковлевны, о которых я буду говорить вместе, потому что мне посчастливилось быть с ними лично знакомой и всю жизнь вдохновляться их выдающимися трудами. И тема моего доклада называется «Роль Елизаренкова и Топорова в решении проблем происхождения индоиранцев археологическими методами». К сожалению, у меня вот проблема с картинками. У меня есть... Ну, пусть мы не будем дальше сделать. С именем Топорова я познакомилась в 60-м году, когда вышла его с Ивановым книга «Санскрит». Эта книга, вчера я ее перечитала перед докладом, и была поражена, насколько за эти годы она не устарела. Там несколько страниц, которые вот сегодня звучат так же актуально, как и не звучали в 60-м году. Там отмечается не только сама проблема прародины индоевропейцев и индоиранцев в частности, которую они организовали в Северном Причинноморье, но отмечается и схождение Махабхараты с греческими текстами, что тоже очень важно. И сегодня остается актуальным для решения индоиранской проблемы. Очень важной была маленькая статья Владимира Николаевича Топорова, посвященная проблеме связей индоиранцев с финно-удинами, потому что сейчас это оказывается одним из основных аргументов для локализации индоиранской природины. И также очень актуальной была работа Топорова по топонимам Северного Черноморья, которая не потеряла своей актуальности и даже, по-моему, ни одного исправления их этимологии не произошло. И это тоже имеет решающее значение сейчас, когда развитие археологии позволило наложить карту этих токонимов на карту конкретной археологической культуры, струбной культуры и показать, что они полностью совпадают и не могут относиться к скифскому времени более позднему, потому что в скифское время карта совершенно другая. И эти работы остаются основополагающими и не утратили своего значения. И в 70-е годы мне посчастливилось однажды оказаться в гостинице Академии наук в Петербурге и в соседнем номере с Владимиром Николаевичем. Для меня он был светило высшей величины, я никогда в жизни не рисковала даже подойти к нему с каким-нибудь вопросом. А тут мы оказались рядом, я пригласила его на чашку чая и потом в течение двух недель счастливейших в моей жизни Мы с Владимиром Николаевичем каждый вечер, наработавшись, встречались, он приходил ко мне и мы разговаривали. Я человек очень замкнутый и некоммуникабельный. Он, как вы знаете, был тоже человеком не очень открытым, не очень публичным. Но вот общение с ним было невероятно легким и это было очень для меня важно, приятно и для меня до сих пор вот это человеческое общение остается большим счастьем в моей личной биографии. В статье «Дьявленные отношения складывались иначе. Когда в 70-м году вышло ее первое издание «Ликветы» с большим ее предисловием, то эта работа открыла новое направление в археологии. Стало ясно, что скифы, которые представляют часть этой иранской общности, вовсе не тот дикий народ, о котором мы себе представляли по античным источникам, а что у них должны были сохраниться какие-то общие индоиранские и ревнейшие представления и картины мира, которую рисовали и Татьяна Яковлевна, и Топоров, легла в основу абсолютно нового направления в скифологии анализа семантики скифского искусства на основе индоиранских исследований. И это направление до сих пор существует, и, конечно, оно целиком и полностью опирается на труды Елизаренкова и Топорова. С Татьяной Яковлевной я общалась легко, близко, общалась по-человечески. Меня поражало то, что эта великая ученая была очень по-человечески простой и очень близкой. Татьяной Яковлевной не только рекомендовала своего врача, но будучи занятой, имея кроме своих научных занятий еще трех внуков, что меня всегда восхищает, она пошла со мной к врачу и просидела там час, пока мы дожидались очереди. Я ей за это очень благодарна. Это очень человечный поступок, который от великого ученого, может быть, даже неловко ждать и требовать. Татьяна Яковлевна отвечала на мои многочисленные вопросы, потому что я училась когда-то у Сергея Николаевича Соколова в Генинграде, училась санскриту и, в первую очередь, авистийскому и древнеиранскому, но мои знания непрофессиональны, поэтому у меня возникало множество вопросов, и его Владимир Иванович Лившиц и Татьяна Яковлевна были редакторами в моей первой большой книжке «Откуда пришли и до арии», где все основано на сопоставлении текстов ведических и археологических реалий, и поэтому я ей по кругу жить и благодарна за это и за только что вышедшую книгу «Арии Бог на юг», которую она тоже успела еще прочитать, книжку только что вышла, но она вложила в нее свою долю труда, и за что я ей тоже очень благодарна. Как решается проблема и происхождение имбиранцев сегодня? Как я говорила, Ивановы Тополу в 60-м году плакали, что прародина была в степях северного причинноморья, но, как вы знаете, вышла книга Иванова и Тунгрелидзе, и с начала серии их статей, и прародина была перемещена в Переднюю Азию, в Анатолию? Так ли это на самом деле? Как сегодня может решаться проблема происхождения имбиранцев? Здесь лингвистика и исследование текстов отвечают на вопрос «что было?», но они не отвечают на вопрос «когда и где?». Эти вопросы может решить только археология. И поэтому по какому пути идти для того, чтобы проверить один из возможных методов решения этой проблемы? Я предложила свой метод. Он состоит в том, что каждая категория материальной культуры рассматривается по очереди. Большое вам спасибо. В ведических текстах есть описание жилищ. Это мы знаем по трудам Татьяны Яковлевны и Татьяны Яковлевны с Топоровым в пятом томе Ригведы и по работам других исследователей ведической культуры. Прежде всего, я имею в виду Рену и Вильям Рау, который занимался именно реальными материальными культурами. Как мы знаем, в этих текстах говорится о том, что жилище у индоиранцев было монументальным, наряду с другим типом жилища, разборной юртой. Описание этих жилищ очень подробное. И это дает возможность сопоставить ведические жилища двух типов с реалиями Старого Света, как за третьим начало всего второго тысячелетия, и выяснить, где может локализоваться зона распространения таких же вещь. И оказывается, что эта зона ложится на территорию андромовской культуры. Сейчас я пошлю вам карту этой самой культуры. Это гигантская территория к востоку от Урала до Енисея, и северная граница – это Тайга, а на юге – это юг Средней Азии. И с этой андромовской культурой соотносится, вероятно, прародина индоиранцев. К западу простирается территория срубной культуры. Это датируются они, начиная с конца третьего тысячелетия и на протяжении всего второго тысячелетия вплоть до скирской эпохи. Как мы знаем, на этой территории были дома, которые точно соответствуют тем домам, которые описаны в Ригведе. Другим важнейшим культурным показателем является использование индоариями лошадей и колесниц. Есть огромная литература о колесницах в Старом Свете и о колесницах в Ригведе и Вавесте. Терминология вся индоиранская и значительная часть индоевропейская. И вот сенсацией явилось открытие на Южном Урале так называемой святошведской культуры. Это была первая колесничная культура в Степиах Евразии. И эти колесницы представлены многочисленными изображениями на Андронской территории, изображениями на петрофлифах, на наскальных рисунках. И в самой святошке есть подлинные захоронения колесниц с двумя конями, колесами со спицами и с богатейшим набором вооружения. И это служит еще одним важным аргументом в пользу индоиранской атрибуции синташтинской культуры. И важно то, что в последние годы Карл Етмор, верховьях Инда, близко от храницы Таджикистана, где есть многочисленные изображения этих колесниц, нашел колесницы в Тхоре. А Оливьерий, итальянский ученый, всего три года назад, нашел еще колесницы на территории тоже северо-западной Индии, в Сварде. Это важный аргумент, потому что в Старом Свете было две зоны распространения колесниц. В одних случаях колесницы изображались в профиль, я сейчас покажу как. В других случаях они изображались в переднятии, в профильные изображения, а у нас там как бы раскладанные, как будто ты смотришь сверху в могилу, где лежит разобранная колесница. И вот это плановое изображение колесниц представлено в Индии, что для нас необычайно важно, потому что оно дает основания полагать, что эта стилистическая манера была принесена в Индию именно с территории евразийских степей, с территории ангромской культуры. Третьим аргументом является хозяйственно-культурный тип населения, которое реконструирует Топоров и Татьяна Яковлевна, реконструирует тип. Это были люди, которые передвигались в поисках новых пастбищ и водопоев, придя в Индию, в Ригведе. А мы знаем эту культуру в степи. Это именно культура, в которой основу хозяйства составляет скотоводство. И типы животных, которые разводят ригведейские арии, и типы животных, которые разводят антроновцы, они одни и те же. Это, прежде всего, лошадь, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. И, соответственно, это тоже очень важный аргумент в пользу этой гипотезы. Наконец, керамика. Керамика для археологии – это хлебносущный. И для нас очень важны керамические тексты, ведические. Во-первых, вся терминология, связанная с производством керамики, она индоиранская. Во-вторых, есть подробные описания того, как именно изготовляется сосуд. Во-первых, это священный акт, священнодействие изготовления сосуда. Его делают только в Новом году. Старые горшки разбитые выбрасываются. Новые горшки делают женщины. И подробно описываются детали, технологические детали. Я думаю, что надо взять шамот – это старые разбитые черепки. Надо их смешать с определенными ингредиентами и лепить в три зоны. Извините за неинтересные для филологов подробности, но для археолога это невероятно важно. Потому что именно все детали этого производства, описанного в медических текстах, есть на андроновской керамике. В сент-Артетскую эпоху эта керамика необычайно красиво украшена магазинами орнаментами. Почему? У меня мало. И, соответственно, вот орнаменты, которые в последующее время перешли на другие формы. И, соответственно, я говорила, что очень важно для решения прародины для иранцев вопрос о контактах Сурфина-Убрева. Иванов все время пытается говорить о том, что только Скифы имели контакты с финно-украми. Но это неверно. И в данном случае я сшелаюсь на работы Владимира Николаевича и на целый ряд больших конференций по финно-украистике, которые были в Финляндии, в которых я посчастливилась участвовать, и прародина для ирана Убра в отличие от андоевропейцев, теперь проблем не представляют, потому что на основании и такого, и большого количества данных палеоэкологии установлено точно по соотношению названия растений, пчел, мёда, всего того, что есть на Урале, прародина уральских народов фокализуется после стороны от уральского хребта, куда они потом мегрировали назад. Благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, я буду рада ответить. Спасибо большое. Предлагается... Дай ему сто раз за уши. Вы не говорите, но вы не сидите. Без тех. Без тех. Следующий вопрос. Без тех. Следующий вопрос. Слово «братхама» означает, что это понятие Владимира Ивановича Топорова коснулся также другой и связанной с этим темой, а именно понятие широты, широкого и, в частности, широкой земли. Приведем основные замечания Владимира Ивановича Топорова. Сейчас цитата Топорова будет довольно длинная, но и существенная. Представляется, что ближайшим и обладающим наибольшей экспликативной силой в отношении длиннгийского «братхама» является глагол «пратх», обозначающий расширение, растягивание и встречающийся в репетиях шесть десятков «пратх». Этимология этого слова, несмотря на частность в реальной реконструкции формы слова, не вызывает сомнений. Длиннгийский «братх» возводится к длиннгийскому «плет-плот-плет» в значении расширяться или расширяться. К этому корню мы потом вернемся далее в докладе. Вместе с тем нужно напомнить, что длиннгийский «братх» — полная ступень корневого класса, как и с соответствующим корнем в европейских языках, связаны и слова с нулевой ступенью корневого класса, а рефлексия европейского плена. Это длиннгийский «притху» — широкий, далекий, большой, растянутый и тому подобное. «Притхиви» — земля, функции матери земли, а божественной земли. К этому слову мы опять же еще вернемся. Особое внимание привлекает обозначение земли как «широкий», «расширенный», «притхиви», «притху». Несомненно, в еврейскую эпоху, да и позже, языковое сознание прочно связывало эти слова и потенциально ориентировалось на модель «притху», «притхиви», то есть «широкий» и «земля» того же корня. Своего рода эксплуатированную фигуру эфмологии. Но земля понималась как «широкий» тогда, когда ее языковое обозначение не отсылало к идее широты расширения. Сревы для сочетания «бхуми» и «кшам», оба обозначения земли, с «уру», то есть «широкий», пространный, необъятный. Например, в «риквете» двое родителей с прекрасным семенем создали для потомства землю «широкую», «бхума-уру», «бессмертную» широкими пространствами. Они расширили землю по «братхо-кшам», «великое чудо-широкую», «бульвин». Но более существенно, конечно, то, что в единицких текстах и глагол, связанные с землей, как с субъектом или объектом, несет в себе значение расширения, распространения, растягивания. И здесь снова неизбежная встреча с глаголом «пратх», чаще всего входящим в узкий контекст с землей, обозначаемым именно как «предхиви». То есть подчеркивается, что глагол «пратх» расширяется, и от того же корня производного названия земли «предхиви» Вот примеры тоже из «регвета» далее идут. Он укрепил землю «предхиви» и расширил по «пратхо-кшам». Убив фаджу и фритру, он выпустил течь воды, он убил змея и так далее. Он удержал землю «предхиви» и расширил по «пратхо-кшам». То есть об «индрия» идет здесь. И так далее. То есть примеры можно опустить, их достаточно много. Образ широкой земли, в общем, свойственен многим народам. Например, такой вот пример просто. Усть-кудимцев. Улгэн-дэлхэй. И широкая земля, вот тоже такая формула. Старший Эдик, кстати, ссылаюсь опять же на Татьяну Владимировну Топорогу. Тоже вот по широкой земле тут такая формула. Старший Эдик используется. В этом отношении можно указать такие слова, как длинный испанский фольд, длинный английский фольд, длинный саксонский фольд, это значение земля, армянский холд, земля. Также немецкие фельд, английское филд и русское поле того же корня. Расходящие к этому корню пла, который, кстати, значение широкое, которое с расширителем, дай как раз я образую корень плэд, о котором шла речь. В русской традиции образ широкой земли непосредственно обнаруживается в загадках. Например, что шире всех? Земля. Внимание заслуживает следующее украинское загадка. Мама широка, тату высокий, сын крученый, невистка слива. Земля, небо, вода, ничь. Ночь, значит. То есть, опять же, мама широка, широка это земля. Земля здесь, заметим, уже не просто широкая. Она широкая земля-мать и в противопоставлении высокому отцу-нету, что отвечает всеобщему образу небо отца и матери земли, при этом подчеркивается соотношение неба и земли как вертикали и горизонтали, поскольку мама широка, а тата высокая. Особенно выражена загадка этого типа, кстати, к сожалению, в русских загадках мне не удалось бы такой загадки обнаружить. Но особенно выражены они в балдийской границе. И здесь уже следует обратить внимание на форму. Например, на тыске. Отец высок, мать широка, сын бешеный, дочь слепа. Небо, земля, ветер, ночь. Но мать широка, широка здесь слово мата, а земля земля. Слово мата, женского рода предлагательное, от того же корня плеч, что и прадский индийский предхивий. Еще одна загадка. Тем, который, а именно прилагательное, женского рода плата, этимологически точно соответствует ведийским предху, широкий предхивий земля. При этом латышская земля, этимологически соответствует упомянутому ведийскому кшам, земля, которая тоже описывается как широкий. Соответствующие загадки известны в литовской традиции. Например, жена широка, муж еще шире, сын плут, дочь слепа, земля, небо, ветер, ночь. Здесь жамя земля и плоти широкий. Это от того же корня. Или, например, я муж, жена широка, сын скор, дочь слепа, небо, земля, ветер, ночь. Значит, земля это жамя, а широка это плоти. Здесь мы имеем ту же формулу плоти жами, широкая земля с теми же антимологическими соотношениями. А литовская плотус, широкий и ведийская плит хус, широкий, представляют собой почти точное соответствие, к которым из других интергейских языков можно добавить разве что древнеогреческий плотюс. Таким образом, в балтийской традиции мы имеем формулу платежами или плотозами, которая в определенных обстоятельствах могла бы развиться в политическое обозначение земли через эпидет плоти широкая. А в древнеогреческой традиции мы имеем обозначение земли бывшим эпидетом предхиви широкая, предполагающим формулу предхиви кшам или другое слово со значением земля, полностью соответствующей балтийской формуле платежами. Тут можно вспомнить вот, например, пшам ульвим, то есть здесь опять же пшам земля и ульвим широкую, только друг синониму значения широкого. Но в балтийской традиции также сохранились явные следы динамического образа расширения земли, о которых на основе лимитского материала как говорил Владимир Даштопоров или расширяющейся земли с использованием глагола того же европейского корня плед, к которому восходят лимитский глагол прад и прилагательные предху и литовский платус и латышский плац широкий. Это литовский глагол плесте расширять или плестис расширяться и латышский пляс расширять или пляс расширяться. Для этого мы обратимся к космогоническим легендам о ныряющих известных во всем мире в том числе в балтийских и славянских традициях. Сюжет интересующий нас легенды таков в начале не было ничего только вода по этим водам или шли или плыли в лодке бог и черт или дьявол сатана бог повелевает черту нырнуть в водную глубь и вынести оттуда горсть земли даже сюжет так далее сюжет развивается немного по-разному первую из интересующих нас разновидностей и сюжетов приведем по-русскому варианту легенды. Когда сатана достал по повелению бога землю с одного моря то отдал ее богу не всю немного он припрятал за щекой когда же бог повелел земле брошенной на поверхность моря расти стала расти земля за щекой сатаны тот принялся ее выплевывать и слегка получились горы болота и другие бесплодные места латвийский вначале была только вода черт тогда был лучшим божьим слугой однажды бог сказал черт чтобы тот загреб с одного моря земли и вынес на поверхность черт одну борсть положил себе в рот другую вынес бог бог посеял землю землю и сказал пусть растет и расширяется и пусть трава на ней растет так выросли горы и долины у черта во рту земля так же стала расти черт не смог выдержать выглянул и так появились баллоны обратим внимание на соотношение земля и пляш расширяется расширяется то есть сюжет сам мы имеем вот нарочно привел русский сюжет и в русском просто семантические соответствия а в натурском к тому же и вот опять же формула подъявляется другая равновидность разновидности сюжета черт ныряет но вынести целую горсть земли ему не удается а лишь столько срится под ногтями тогда по русскому варианту легенди взял бог эту землю посыпал по воде и на ней образовался небольшой пригород с травой и деревья бог утомившись от работы лег и заснул а сатану взял от осада что он не такой всемогущий поэтому решил он бога утопить взял сатана бога на руки чтобы бросить в воду и видеть что земля перед ним приросла на десяток шагов он побежал к воде чтобы утопить бога но по мере того как он бежал земля все прирастала и прирастала и сатана никак не мог добежать до воды вот почему на свете так много земли ее набегал в канат когда хотел уничтожить бога не тостом бог выстрел землю из-под ногтей черта слепил из-за хороших помол сделав маленький островок и положил их на воду бог подплыл к нему на лодке вышел на островок лег и заснул а черт не может спать как же мне избавиться от этого бога все думало тогда уже он один остался бы господином в мире и он решил бога утопить схватил его спящего и стал тянуть за ноги к берегу но берег все дальше и дальше отодвигается тогда черт стал тянуть бога в противоположную сторону к другому берегу но тот отодвигался и расширялся лететь так черт таскал спящего бога за ноги по острову и наконец заметил что остров уже и не остров а без конца без края великая земная ширь джамя плода здесь остров из принесенной со дна первичного моря земли расширялся плетеси пока не превратился в земную ширь джамя сплода поскольку литовская существительная плода площадь пространства ширь является словом одного корня с предлагательным плотус широким и глаголом плесень расширя то выражение джамя сплода земная ширь представляет собой вариант той же обобщенной формулы джамя плоти или джамя плоти то есть земля расширяется или широкая следовательно в балдийской традиции мы обнаруживаем не только статический образ широкой земли плодозами и плодежами обозначаемы словами родственными соответствующим ведийским обозначением широкой земли но и динамический образ расширяющейся земли опять же выражены глаголом родственным соответствующим ведийскому которым описывается расширение земли в Ригведе при этом в Ригведе как мы видели землю расширяет преимущественно драмовержец Индра известный в первую очередь своими победами над противником Гритра или Валы а в приведенных выше балтистских космогонических легендах противопоставленный литовский Девас латышский Девас Бог в иных случаях сближаемый с драмовержцем Теркунас и его обычный противник литовский Вэланс и латышский Вэланс при этом древнеиндийский Вала а иногда и Бритра обычно сопоставляются с латышским Вэланс и литовским Вэланс даже из всего сказанного можно сделать два вывода во-первых появляется основание предположить существование некоего первичного сюжета общего для древнеиндийской и балтославянской традиций во-вторых мы получаем еще один веский аргумент для того чтобы решительно отбросить имеющее место мнение о заимствовании славянских а следовательно и соответствующих балтистских космогонических легенд с двумя творцами из богомильской и шире манихейской традиций наоборот манихейский предшествующий ему иранский дуализм видимо следует считать результатом жреческой обработки и развития тех же общих первоначальных сюжетов в том числе и сюжетов расширения земли наследием которых являются и балтославянские космогонические легенды спасибо за внимание есть вопросы пожалуйста дайте следовательно поле тоже хотя не земля но все-таки без земли поля нет все равно земное я думаю что к этому в даю шагом можно присоединить широкое поле и второе доклад вы говорили о мотиве подъема земли из моря подъема и и аналия и 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 это происходит во второй раз. Да, видимо, это тоже был бы аргумент в ту же сторону, что надо не заимствоваться, а не заимствовать, а какой-то первичный был общий образ. Пожалуйста, еще есть вопросы? Пожалуйста, Ангелин. Знаете, есть специальная исследование от Кузнецовой, посвященная вот этим дуалистическим легендам. И, в общем, она убедительно показывает, что все-таки это не нечто первоначальное, прегрессионное, хотя, по ее мнению, источником были не пудаминские легенды, а иноугорские. Но, в всяком случае, она учитывает и географию распространения этих легенд, и их историю, и письменные традиции. Все-таки, по-видимому, это не нечто первоначальное, не восходящее. Это интересно, поскольку, видимо, имеются аргументы в разные стороны. Надо как-то было приедет метрик, чтобы все собрать, смотреть в которую сторону. Все-таки, такие соответствия, скажем, как в данном случае, в микротекте формулы, то есть, которые соответствуют, например, в индоиранской, в Балтийской, а их даже тоже надо как-то объяснить. И, конечно, можно объяснить, что раз как бы в заимствовании, как бы, он может сам язык привнести свои используемые слова, как бы, вторично. Но, все-таки, слов много, и обычно, скажем, вот, земля может разрастаться, там, распространяться, или как-нибудь, собственно. А тут, все-таки, мы имеем вот то же самое слово, причем контексты не так уж, не такие уж, как бы, они, как бы, в принципе, сводятся как к этому какому-то образу. Притом, сами легенды, они очень широко распространены. Пожалуйста, Николай, Николай. Нет, нет, нет. А я не вижу. Видишь? Нет. Все, 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 все. Меня, на самом деле, показалось, что, например, связывать и реконструировать туализм на основании того, что вы были, наверное, слишком неосторожными. Отвергать? Нет, именно реконструировать. То есть, здесь... Тут некоторое логическое звено мы пропускаем. А вот то, что это помещается в общую реконструкцию, там, где реки текут с неба, то, чем тина занималась, то, что у земли могут быть глаза, видя озер, то, что появляется в той же индийской традиции. Вот в этом направлении, мне кажется, что намного более интересно было рассказать в том числе, в том числе расширение и с точки зрения этих функций могло бы быть использовано как-то в дальнейшей интерпретации. то, что касается самой идеи, что обязательно надо восстанавливать чёрта, который бы таскал Бога для того, чтобы расширить Землю, то, может быть, как раз вот это не обязательно. У нас тут вывод, как бы, о происхождении, или, скажем, даже вывода скромнее, аргумент к происхождению космогонитолистических, космогонитических легенд, это аргумент косвенно, авторичен. На самом деле, логические шаги, то есть какие-то словесные формулы устанавливаются, скажем, в Лигведе и в балдийской традиции. На основе балдийской традиции эти формулы используются в этих же космогонитических легендах. То есть на этом основании, это не доказательство, лишь аргумент, но, собственно говоря, что легенды всё-таки может и не заимствовать. А насчёт самих легендах о ныряльщике, так они вообще по всему миру распространены, и в Америке в том числе. То есть здесь, естественно, уже, может, только технология какой-то, или очень древних временах. Но туристические легенды с ныряльщиком, это просто один из таких... Ну, там птица, Гагар или Бога ныряет чаще всего, но здесь его место уже занимает ну, типа дивный Бог. Да, да, да. Пожалуйста, мы поговорим о тебе. Да, мы с тобой уже, даже не знаю, комментировать. Он сам сказал, что тут в основе, действительно, в основе этой типологии общего, словосной формы, которая действительно и в древнеиндийском, и в балтийском, и в других. И говоря об этом, я не знаю, стоит ли действительно далее ставить заимствование, не заимствование. Мы тут с японской, коллегой фольклористом, стали так параллельно, типологически, георгарически обогненные мотивы. Оказалось, действительно, довольно много, и вот, как сказать, кто из чего занял. Вы, по-видимому, действительно, очень интересная остановка прогноза об этом увеличении, а тут стоит ли дальше оставляться до того, из чего и вообще. То, соответственно, формула этого неинтересная. Можно одно слово? Да, да, что, отвергая манихейство, как только идет мотив, нырячий за землей, происхождение земли, там два персонажа, нырячий никогда не действует. Один. Один. Значит, уже зачем тогда, более позднее, когда манихейство, это уже в местных традициях, естественно, дискутируется и так далее. Но все равно их два. Значит, из этого два лишь он враг или помощник. Поэтому, мне кажется, мотив есть, а полеинка более поздних, незапоснованно. Можно двумя словами обобщать? Значит, получается так, что, собственно, я не утверждаю от них, что, скажем, какие-то легенды имеют балтийское происхождение, тем более, что в соответствии в индиверанской это все показывает, что так не может быть. Индоевропейским тоже может нет, то есть не происхождение, а то, что образ широко изменил, с агенологическими формулами используется, в том числе и в этих космогенических легендах, которые распространены, в принципе, по всему миру. Они тогда расширяющиеся земли, они приносят предитацию в этот образ. И потом изглубки. И потом изглубки. И потом изглубки. И в этих космогенических легенды и в этих космогенскихах и в этих космогенах Техника никогда, только доска. Продолжение следует. Тема этого доклада ответвилась от более общей, более широкой тела, которые были посвящены вам в их прошлых выступлениях и порох спрятениях. Я напомню, что я пытался там реконструировать дальнейшую интеграфическую концепцию героизма, которая зародилась, по-видимому, где-то в степях Сергея Викторовича Одноморья, в эпоху «Анни Бронзы». И восстанавливается она на основании, с одной стороны, индоевропейских поэтических форм, которые совпадают с древнейших текстами греческой и индийской традиции, а с другой стороны, на основании каменных памятников героев, то есть стел со специфическими на них изображениями. Эти стелы на Курганах появляются впервые, как я сказал, в Северном Причерноморье и в Евразийской степи вообще, в третьем тысячелетии до нашей эпоху «Бронзы». А потом ответвления этой традиции проникают в Малую Азию, Грецию, Кавказ, Иран, даже в Южной Аравии сейчас найдем несколько, две таких стелы. И, по-видимому, в Индии выяснилось, что индийские стелы при этом имеют особое значение, потому что в Индии традиции это живает практически до наших дней. И это материал не только археологический, но и этнографический. Семантика их остается живой, понятной, и это позволяет нам прояснить семантику и древних стел, которые сохранились от дописленных культур эпохи Бронз. Процедура эта тем более закономерна, что среда, в которой до недавнего времени создавались индийские стелы, это общество мобильных скотоводов, воинственные, системой ритуально-циклической, агонистической обрядности, с системой возрастных классов, социо-возрастными объединениями юных и взрослых воинов, совершающих навиги на стадо соседей и ведущих постоянные войны за скот и пастбище. В Индии это памятники героям, по смерти достигших мира бобов и оружесклённых, а слава привядшей их эпохиозу определена в результате гибели при добыче или при защите ста, скота или женщин. Все это видно, в частности, на памятниках Индии, здесь, скажем, на этих стеллах Исмахарашкой, внизу обычно размещаются, если тут объекты творить мыслись, либо коровы, либо женщины, которые плачут на трупах, оплакивают павших героев. На Украине, в целых, при Черноморье, в общем, тоже самое. Вот это знаменитый Керносовский идол, к которому мы ещё вернёмся. И здесь вот внизу вы видите, это фигуры двух коней. Вот, это фигуры двух коней и квадрат, изображающий символизирующий закон для скота. Это стелла тоже из Северного плеча на море, из Верховечья. Здесь тоже вы видите двух коней, по-видимому. А это уже стелла из Центральной Азии, из Южной Сибири. Это чекская культура на границе Южной Сибири с Китаем. И здесь вот тоже вы видите в нижней части скота. Надо сказать, что украинский археолог Телегин давно уже, в общем, определял вот эти стеллы Северного плеча на море, как памятники хозяевам стада. Героям хозяевам стада. Ну, для сегодняшней темы, моя открывная точка, это вот эта уникальная стела из Южного Проднепровья, я так называю Микерносовский идол, который представляет вот теперь образ такого типичного героя хозяина стада. И вот на лицевой стороне этого замечательного памятника, который в Днепропетровском историческом музее экспонентница, есть одна уникальная сцена, от которой, собственно, я вот и отталкиваюсь. Вот здесь она изображена, и мы сейчас ее увидим. Ну, это фотография, но она не очень хорошая, вот эти, но прорисовку лучше смотреть. Значит, согласно тому, как это описывает автор первой публикации, здесь изображен полузаоборожный, полуантропоморожный персонаж. Вот у него пальцы на руках, видите, есть. В руке у него орудие какое-то, вроде дубины. Голова у него вроде по-человечески. Но бежит он на четвереньках, и у него, кстати, такой длинный прямой хвост. А перед ним бегут два уже животных, но с другими животными хвостами. И автор этой первой публикации, Крылова, определил это как охоту с собаками. Сцена охоты с собаками. Ну, Лев Самойлович Клейн, который недавно просто уделил много внимания этой сцене, он возражал на это, что какая же охота может быть, когда нет объекта охоты. Я, в свою очередь, на это возражаю, что вообще такая охота возможна. Образ такой охоты, когда важен не столько объект охоты, а важно единство коллектива охотников. И это образ хорошо известный. Это образ так называемой дикой охоты. А, да, пардон, я еще только не сказал, что, по-видимому, вот этот самый персонаж, который там бежит на четвереньках, с собаками, да, с хвостом, с собаками и с волками, как определяют этот взвод, по-видимому, это и главный персонаж Стелли, потому что у него, это стелли, дырная сторона, и здесь, в общем, тоже позвоночный столб, а это вот я на хвост, такой же тоже длинный прямой. Потом там есть на боковой стороне сцена насилия, надо сказать, что, так сказать, подчеркивается всегда, так сказать, еще и сексуальная такая мощь этих героев. И здесь вот есть сцена санития, и мужской персонаж, вот он тоже с пальцами, значит, вот его две ноги сузнутые, а это, кстати, опять же такой прямой, прямой хвост мулчий или собачий. И вот, значит, если это охота без объекта, то что же это такое? Скорее всего, это вот известная тема, так сказать, так называемая дикой охотой. Вот, так сказать, воплощение в европейском искусстве XIX века, ну, это, в общем, известно, что в дикой охоте там есть христианизированные варианты, когда там дьявол, и он гонит этот скот, ибо это души грешников и так далее. Но известно, что это, в общем, восходит, конечно, к языческой мифологии, дохристианской, керманцев, кельтов, славян, это есть и у греков, в общем, тоже это только из дикой охоты. Ну, здесь такая, это, конечно, реконструкция вот, в древнегерманской мифологии, это выезд Асгарда с Одином или Воттоном, с валькириями и так далее, здесь то же самое, а это уже из шведского фольклора. Обратите внимание, вот, что на этой гравюе здесь как раз передана очень характерная черта, или самая дикая охота. Она очень часто, почти непременно, включает в себя, то есть участниками ее являются, в ней участвуют псы или волки. И, в общем, довольно давно уже установлено, что этот мир дикой охоты связан с реальностью воинских союзов, которые, в общем, для европейского состояния достаточно убедительно реконструируются, причем в двух формах. С одной стороны, это молодежные банды, типа афинской эфиберии или спартанской криптерии, где проходящие воинское посвящение по-одростки вели себя поволчьи, разбойничали по ночам, нарушали все табу, угоняли скот и так далее. И, кроме того, еще были союзы женатых воинов, это вот европейский корень Бигро, это были союзы уже, скорее, с защитными, с пёсими функциями, но эти уже герои могли впадать, то есть становиться и волками, впадая в боевое иступление. Вот греческая известная «блюса» – «волчья ярость». Известно, что такие союзы воинов соусуществовали у иранцев, а также у других народов Евразийской степи, прилегающих территорий, на Кавказе они известны, у тюркских народов они очень хорошо известны. По виду, такие же союзы существовали и в Индии. В едийской традиции они известны под именем братьев, членов воинствующих странствующих бандб, брата. В данном случае пребывание в братстве являлось частью... А, да, простите. Такие братства уходили временно, вот из едийских, по ведийским данным, уходили временно юноши в период между окончанием срока обучения и женитьбой. Ну, в таком случае пребывание в этом братстве являлось частью инициационного цикла. Когда был достигнут брачный возраст, то один из старших сыновей обычно женился, с тем, чтобы потом сменить отца в главе семьи. А вот кто-то из братьев мог смириться, а мог и уйти, опять же, вот в такие вот братства вратьев. И уже пускаться там на поиски удачи, на добычу скота, иногда и на зауевание новых земель. Жили они, в общем, набегами, вольными за скот. Когда Индия вышла на свет истории, где-то в VI-V веках до нашей меры, то наследственные монархии, которые обычно одновременно были и очагами индийско-брахманской культуры, были окружены со всех сторон тем, что называют часто кшатрейскими республиками или олигархиями. На самом деле, это были, в общем-то, территории, которые контролировались воинскими союзами. Или кильдиями. Кильдия шрени индийские тоже происходят от тех же социо-возрастных объединений. Так вот, примечательно то, что адрессивность вратьев и параллельного им мифологического сонма или сонма мифологического воинства или сонма воплощения рудры, страшного грозного бога, бури, выражалась нередко именно в образах волчьей или собачьей ярости. В составе свитой рудры, в составе его дикой охоты, описываемой гимнем Шатарудрия, названы собаки и хозяева или вожаки собак. Есть целый ряд свидетельств того, что в России мы сделали себя, по-видимому, сами рудры, и что собака попросила вам этого бога. Ну, это... это здесь к тому, что именно в этом самом гимнем Шатарудрия удалось, кстати, обнаружить явное продолжение еще одной. Вот я в прошлый раз говорил о формуле вот этой Шава Сакши, там, Кэлос Ахтитон, которую мне удалось найти, вопреки тому, что раньше думали, что только в Регвете она присутствует. она оказалась совершенно живой формулой такой гибко-ревиориативной, настоящей ухнопоэтической формулы Мангарбаса. И вот, надо сказать, что поиск следов второй лидийской формулы, то есть эмпидропейской формулы из этого вот ряда относящихся к этому, относящихся к этому, к этой концепции, к этой идее баскушеского героизма, он тоже, в общем, повенчался успехом. Эта формула «Сохрани или упаси мужей мастухов и скот», которая известна по любым итальянским текстам, формулам, вот наверху там написано, что обычно это сочетание мужей и скот или героев и скот управляется вот глаголом «паси» и «добром» «серва». Оказывается, что в этом же самом гиббратевском тексте Шатаронгия есть, в общем, эта формула мы имеем сейчас давать в подробности. Немножко она, так сказать, завалирована, потому что там вместо «паси» этого слова говорится наряду с мужами названы «коровы и кони». Но дело в том, что в виде есть прямые, прямо прямые показания там говорится просто «пашу» это кони и коровы. Это, так сказать, форму на нас. не будущее подобное. В общем, эта формула есть Шатаронгия. Кроме того, ее следы удалось найти и в Махабхарате. Так вот, что касается Махабхараты, то надо сказать, что в древнейшем слове индийского эпоса за поздними наслоениями раскрывается картина быта вот таких мобильных скотоводов и, собственно, система ценностей этого самого пастушеского героизма. Даже основной сюжет Махабхараты можно вполне объяснить в главных чертах его, исходя из практики вратьев. Уступив при игре в кости свое царство, панды выходит в многолетнее изгнание. Это, собственно говоря, заставляет вспомнить о том, как привыкали к дружинам вратьев оставшиеся без наследства сыновья по данной лидийской традиции. Кстати, сюжет рамальный оказывается о том же самом. Наследство достается не раме, а его брату, а рама уходит в многолетнее изгнание. Практикой вратьев объясняется и аномальный брак панды в Махабхарате. У них одна общая жена, у петерых братьев общая жена Драупа. Это дублирует ситуацию с мифическими марутами, идеальным воплощением братьев, дружинники, которые сообщал Владимир Багини Родоси. Ну и на братьях известно, в общем, что их тоже сопровождали женщины. По мере нарастания материала постепенно складывается впечатление, что индийский область вообще был первоначально это сама братьев. Как скажем сердцем о юмаках. И давно уже в 35-м году говальский ученый Герри Тянхельд в замечательной книге Махабхара диагнологическое исследование показал герри Тянхельд обнаружил у пандалов героев Махабхарата очень многие черты именно вратьев. Но, к сожалению, вот этому долго не придавали, не обращали внимания на это индологи. Под этим зрение я рассмотрел я рассмотрел не раз описываемое в Махабхарате общество ядовов, родичей Кришны, а точнее это общество возглавляемое им воинский союз. Оказалось, что все празднества ядовов, описанные в Махабхарате, это ничего общего не имеющие с лидийской обрядностью буйные орки, обычно сопровождающиеся возлияниями обильными глаза, герои подчеркиваются красные от выпитого, одежды залит вину, они пребывают в состоянии боевого безумия, то есть как-то, видимо, себя доводят в танцах или как-то еще до боевого выступления, в празднествах с ними участвуют женщины. В одном из таких эпизодов Аржуна, главный герой Махабхараты, Пандавов посещает это празднество ядовов, приветствуя участников его как своих ровесников, он их всех обнимает, кстати говоря, когда речь заходит о ровесниках, в общем, в фольклоре, то, как правило, за этим стоит именно социо-возрастное обедение какое-то, и он обращает внимание на очень красивую девушку, когда Кришна видит, что он так явно заинтересовался, он говорит, это моя сестра, я могу поговорить с отцом, имеется в виду, о садарстве, но опять же, когда в подобном контексте возникает термин сестра, речь идет, скорее всего, не о кровном родстве, а термин это социо-возрастное, скорее всего, опять же, как сестрица наших сказок, прелесной дом, и вот то, что происходит дальше, оно как раз подтверждает такое предположение, потому что Кришна вдруг Атту не предлагает пренебречь обычными правилами и применить способ подавающий герою. Умыкнул девушку силой, и он ее умыкает. Ну, вся эта пьяная Аватада, проснувшись, бросается за ним в погону на колесницах, но Кришна их останавливает, он объясняет, что он вообще не оскорбил, что наоборот, ему честь оказалась, в общем, примеряет их с ним, и они его приглашают обратно и устраивают свадьбу. И ни о каком отце и его разрешении речи не идет, девушку отдают просто разрешение на то воинское выбрасывание. И надо сказать, что таких описаний в Махамхарате несколько. Пандалы тоже прибегают к этому умыканию невест, что, в общем-то, с точки зрения лидийской традиции это это брак рабшиса, то есть это демоны могут заниматься. Но до сих пор однако считалось, что это все, так сказать, туманное положение о том, что там либо Пандалы, либо вот эти ядовые рубящие Пишны, это братий, на самом деле. Что Махамхарата сама не считает своих героев , братиями. Однако мне удалось найти о, извините, я такой поднял критики, но это все полетело, надо было фанты ввести себя, простите, ради Божьего. Когда у человека нашлось одно место, где прямо, совершенно говорится, что Кришни и Англии, то есть как раз родичи Кришни, вот это его дружина, это вратья, и в последних, позднейших текстах, в периодах, простите, в переводах, во всех периодах почти, это как всячески затушевывается, у Кальянова Владимира Ивановича, скажем, но это он повторяет английский перевод 19 века, сказано там, в Лични и Англики плохие кшатрии, на самом деле речь идет о том, что сказано прямо, они вратья, то есть они стоят вне английского общества. Но особое внимание хочу вот в этих сюжетах, в которых мы встречаем именно волчью псовую символик в Угородских союзах Мхабхаркти. Один из них это сюжет, которым много занимался Владимир Николаевич Топоров. Это сюжет о третьем брате, который побеждает трехголового или какого-то трех частного, трех составного змея, или трех змей. И сюжет этот вот именно зародился по всем данным, я проверял, смотрел по базе данных Юли Евгеньевича Березкина, замечательный. Сюжет распространен, в общем, в этой евразийской степи, с такими выбросами в разные стороны. И это, по-видимому, образец крепнейшего фольклора, фольклора европейского, может быть, архаического эпоса. Герой, значит, этот, убивая дракона, тем самым воспроизводя подвиг бога грозы при сотворении мира, Далее, значит, вот с ним происходит история, которая как раз и представлена в эпизоде из Бахабхарата. Завистливые братья его сбрасывают в колодец, когда он возвращается домой с добычки. Трита и его братья, брахманы уже в Бахабхарате, брахманизированные такой, где-то высок, они водят там на стадо скота, и братья, заискивая, потому что я уже добыл все Трита, решаются избавиться от него, сговориваются от него за владетелем стадом. Как только они это решают, то как бы материализуя их злобу, появляются перед Тритой на дороге волк страшный. Трита бросается от него бежать, падает в колодец, братья его бросают, погоняют скот. Когда он оттуда из этого колодца выбирается, он приходит себе домой, значит, этих вот своих братьев принадут проклятие. Говорим буквально следующее. Он говорит, что, поскольку вы меня, значит, бросили и предали, то за это злодеяние превратите свой волкор и будете его бегать по лесу, рыцкой по лесу вместе с другими злодеями. Ну, вот такого рода сюжет, вот известный, скажем, в германской традиции, вот недавно в одной из работ для Тяна Владимировна Топорова упоминался в этот визот из саги о вынсунках, где Сигму и Сильфьотри попадают в лесной дом, одевают там волчьи шпуры и начинают бегать волками по лесу. Для германистов нет никаких сомнений, что это связано именно с этими вот с воинскими мразами, с их обрядностью и с их символикой. Теперь, значит, вот последнему я хочу рассказать о самом последнем эпизоде Махабхара, это когда герои, уже после этой битвы, они уходят из мира, они совершают последнее паломничество, приходят в Гималая и начинают подниматься на Новом Неру, туда, где обитель богов. Но поскольку на них не гадят грехи, то они один за другим падают замертво, и остается, в конце концов, только адрес, самый правильный из них епискера, и принял бёс, который его всё время сопровождает. Всю дорогу он ушёл за Пантеоном. Является Индро в епискере, бог главный олимпийского пантеона, бог воитель, бог царь, и говорит ему, что фокусом приглашают его на небесную крестницу, фокусом хочет его жильём взять на небо. Тот отказывается категорическом идее, они поймут из этого пса. Индро его уговаривает, это не чистая животная собака, а он говорит, нет, это мой гад, то есть он преданный, так сказать, это его преданный почитатель последователь. А тот, кто бросит своего гад, тот вообще должен гореть в аду, а не в блаженство, это не в сах. И по поводу коллизии разрешается, просто является там другой попод Хармы, это отец, небесный отец Ириста. Он ему объясняет, что это он принял облик пса, чтобы испытать его милосердие. Но недоумение остаётся. Причём оно остаётся не только у аудитории диска, но и у комментаторов, потом и у современных исследователей тоже. В этом эпизоде мы получаем объяснение, как это может быть, что пёс бхакта. Есть там в бхакте котёнка, в бхакте обезьяны, в теологии, но в бхакте собаки невозможно. Неожиданно и совершенно ответ на этот вопрос, а куда это вообще не может происходить, дали материалы исследования выдающегося немецкого металла Зонтхаймера в 70-80-х годах. Он изучал этнические группы скотоводов, которые обитали в разных областях декана. Но это, ну и простонародные группы крупных односов, варанховском, в частности. Причём это в этих областях как раз вот долгое время сохранялась идеология этого пастушеского героизма, практика взаимных рометов на садах и обычаев возведения, кстати, каменных слёд в памяти героев. При этом в ряде случаев герои превратились со временем местных богов, а последние с пехотами индуизма стали рассматриваться как частное воплощение Ширы, его эпостаси Брах, Гайру, то есть Ужасович, Ужасов. Это такие божества однотипные совершенно, как Хандоба в Махарашке, Майвар в Карнате, и Маликарджуна, и Маланна в Англии и так далее. Прочитатели этих однотипных, если не еретичных божеств, представляют их себе возглавляющими сон из 54 духов, которые называются Рир, то есть герои, вот эти самые длинные европейские слова, или предводители дикой охоты, сопровождаемыми сворами псов, которые предводились их Мхахты. В обрядовой реальности Мхахты, Хандоб или Майвар, вот этих божеств, во время праздников исполняют воинственные танцы, достигая состояния боевого иступления, а также подражают в поведении собакам, бегают на четвереньках, лают, имитируют случку, лакают и скисают молоко или перекрызают горло жертвенным морцам. Занхайлер убедительно показал поразительное сходство, свидетельствующее о преемственности между убратственных братьев и мхахтов Хандоб, вот этих божеств на декане. Такое же разительное сходство он вскрыл между древним Рудрой, вот этим богом вратьем Верховным, и образами скотологических божеств Декана. Он возводит образы, возводил образы этих божеств непосредственно к Рудре. Ну вот, и теперь, значит, что касается иконографии, то и в оконографии Хандобы, вот одного из этих божеств, деканских, вот собака, видите, у макого коня, и в оконографии Бхайрова, Шивы Бхайровы, который как бы объединяет, он является, так сказать, вот, персонажем в индуизме, уже объединяющем все эти культы, то же самое, его сопровождает всегда Пиос. Кстати говоря, вот очень характерно, интересно и то, что Шива Бхайрова, вот этот вот Рудра Бхайрова, не несколько изображается на гимн из индийских божеств, хотя, действительно, все эти героические традиции свойственны именно то, что называется героической наготой. Ну, и надо сказать, что тема псар-бхакты распространена в Индии, по-видимому, гораздо шире, чем область, охваченная этими сведерами Сонхаймера. В этом, в частности, убедил недавний доклад Татьяны Васильевны Аранской, которая, читала его в Петербурге, она в Гамбурге вообще работает сейчас, по результатам ее полевых исследований. В городе Орчхо, эта местность, территория называется Бундекхан вообще, это южнее, юго-западного от Бенгарии, скажем так. В городе Орчхо засвидетельствовал пункт, это средневековая столица местной династии Распутской Бундекхан, засвидетельствовал пункт пункта божественного местного героя Хардоля, жившего в 17-м веке члена местной княжеской семьи. Но в последней легенде, в посмертной легенде о нем проявляются очень древние мотивы. Завидующие воинской славе Хардоля родственники решаются его отравить. Когда он перед походом убирается с дружиной в храм, невестка выносит ему отравленный просад, но это, простите, аналогия причастия нашей. И этим просадом он по-братски делится со своими дружинами и со своим псом. С индуистской точки зрения, с апрадоксальной, угощение собаки просадом – это очень жуткое прощунство. Налицо, конечно, здесь архаический мотив воинского братства, полноправным членом которого оказывается пёс. И вот Хардой после смерти уходит в воинский рай, но дух его во время и времени проявляется и действует, так сказать, на его мемориальной платформе. Чем вот так? Чем вот так? Сейчас я вам его покажу. И вот на этой мемориальной платформе его помещена вот че фигура его верного пса. Вот она. И потом, когда я рассказал об этом на конференции нашей регулярной по индивидуальному курсу и Пурану в этом году, в августе это было в Губровнике, то я получил очень интересное подтверждение. И еще один материал волевой. Это польский эндолог Идия Судыка. Судыка, значит, рассказала, что это на огромном расстоянии от Мудрикханда, это на другом конце от Декана, это северная Керала. Вот там, значит, существует пункт главного места божества Мудхапана. Ну, это божественный ребенок, который поморитель был вискоснул шивой, бездетным серьем там, разочаровался сначала своих приемных родителей, потому что стал вести себя довольно дико, когда он возбужал. Он стал охотником вооруженным луком и стрелами, который облачался в шкуре. Это братья и братья, обычно, в этих шкурах. Это было их отличием. Свою охотничью добычу отдал он бедным и обездоленным. Кроме того, он должен был страсть небольшой к Тодде. Требесный напиток, так сказать, довольно крепкий. Но когда он явил родителям свою вселенскую форму, были схваток, усомленными глазами, с луком и стрелами в руках, они стали его первым почитателем. Так вот, этот культ Мудхапана отличается рядом особенностей от местных форм ортодоксального индуизма. Достаточно сказать, что во время праздника этого бога, представляющего персонажа, Исан бьет этот Тодде прямо в храме и угощает всех присутствующих верующих. Но наиболее поразительной чертой является постоянное присутствие и почитание в храме Мудхапана и его верных спутников-собак. Когда в храме готов просад, посвященная пища, предоставленная верующим после жертвоприношения как символ благодати при общении к божеству, то в первую очередь его подносят одно из сапат Мудхапана. Таким образом, в общем, единственным возможным источником образа этого пса в храме Махахарата является мифология воинственных скотологических, именно на Западной, Южной и Центральной Индии, которые наследуют традицию древних неудийских ударьев братьев. Пожалуйста, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Николай. Николай. Если можно, Вы, Волковская, как делаете просто? Что вот это Вы делаете? Это удивительным образом напоминает Микенская. Это Микенская стены есть. Это Микенская. Понятно. А что это такое, так сказать, в тех источниках, в которых его возникли? Нет, я это здесь объяснил только по одной причине. Потому что это, в общем, как это проявляется так же и во всем искусственным кочевникам, и то, что сцена, так сказать, убил боя, да? Потому что здесь вот этот герой, который убил противника, да? Параллельно и сцена, где в зале, в данном случае идут? Пожалуйста, еще вопрос. Татьяна Бородина. А корректно ли параллель из сюжета, а корректно ли из семи бюджетарях и всех? Которых тоже долго попробовала отравленную проблему? Я тоже самое хотел вас спросить, в общем, в том же духе. Как коррелирует то, что вы рассказываете, и Большой дом, описанный проблему? И там тоже Большой дом, стая, охотник, в том же духе. Конечно, конечно. Вот эти сказочные сюжеты, да. Другое дело, что там, может быть, это с какими-то еще более приоритетными инициациями связано, просто с инициацией будущей. И потом наоборот. В начале 20 века, перед Первой мировой войной, сюжет «Дикой охоты» был необыкновенно популярен. Вот я насчитала в музее Рансе в этот день вот шесть активов. Дикой охоты. Вот почему? А вы как раз учите? Это связано с первой мировой. Перед Первой мировой. Хорошо. Ну, здесь то, что я показывал, это все-таки делительности. Ну, да. Ну, не знаю. Разбросы национализма, наверное, необыкновенно. Я сам слышал подъезжать, не помню. Я только вчера понял, что, как раз в Украине, где я работал, я слышал рассказ, что на этом месяце, в 1950-м году, это монарх, и увидел, как, значит, через Ваду, метит, сослевающийся повреждением Николаевича Волстой, а таким, скобящим весом, который его, фиба, и все, и они все провалили из кузовов от скалы из Европы. В этот день, в следующем году, я не буду говорить, в раму с Богом Волстой. Похоже на него. Спасибо большое. А дальше, все руки. На позе. На позе. На позе, да. на позе, да. На позе. На позе. На позе. На позе. Продолжение следует...